добрый день а сегодня у нас распогодилось только к обеду где-то вот так ну ветер немного ну зато хоть солнышко проглядывает и дождя нету и решил же спилить уже все-таки эту сливу бензопилу взял вот а то вот эта ветка но это уже не ветка слива в основном упала он на молодое дерево повредила и вот так что сейчас мы это дело облагородим порежем будут дрова надо будет убирать вот это все ну вот хорошая была слива вкусная и здесь как бы и нормальный ствол видите только внутри немножко это она твердая там не протрухшие а вот выше чего-то начал видите это все трухало обычно снизу начинает вот такое непонятно сейчас осталось мне это дело порезать но это не так быстро на час работы наверно а потом еще вывезти все все бензин закончился вот эту бак ушел уже так что вот так пошел заправляться ну еще не разводить надо бензин нету разведенного уже авито здесь клубничку он выбирает так которая поспела правда солнца нету она нормально не спеет ну ну да ну и так себе о он смотри красавцы какие о о так то что красиво это не вкусно оказывается да дед хуже же это спелая на ну ладно вторую не буду ничего да спеет в корзинке либо либо в желудке так сейчас снимем хорошо там он кто-то тоже режет либо косит кстати вот траву уже надо косить так что буквально через несколько дней опять надо косить вот так корову бы или бычка хотя бы козу говорили заведите коза не съесть только доброе утро благо сегодня утро вроде удалось такая переменная облачность вот но нету дождя и вроде по прогнозу сегодня не будет благо не было дождя то я дерево там спилил по выносил ветки вывез бревнышко вон туда вот дров даже не могу резать дождь не дает и сегодня я буду косить траву наконец то вот уже развел бензина сейчас заправлюсь и буду косить правда вчера шел дождь вот видите какие капли роса сойдет еще но правда не знаю это тот до обеда нуждать наверно не буду начну косить по росе вот то что смотрите я три недели где-то косил ну может 44 недели где-то уже все заросло полностью надо косить и смотрите как зарос наш газон вот зеленый уже какой красавец будет так что будет у нас очень красивый газончик все будет кто писал что не будет газона на склоне будет и на такой почве потом чуть прирастется мусор тут пособирается там камушки какие-то есть ну и сорняки уже видите начинают вылазить хотя их старался вырывать с корнями но не вырвешь у них такие очень длинные многие обрываются ну трава со временем когда это она не даст сорнякам расти ну вот это надо будет повыдергивать правда сейчас же не залезу сюда я же не хочу нарушить вот это все дело это уже укорениться более подрастет когда надо будет косить газон думаю будет хороший у нас ну эти все попринимались видите кустарники наши вот эти пойдут опускать свои ветви на склон желтенькие те которые на краю посажены но эти разрастутся так что вот так еще что вам не рассказал не показал слышите шум на фоне нет электричества но это плановые работы там мы расчищают деревья обрезают или что выключили значит вот я генератор уже отсюда убрал ничего наверно слышно не будет разгреб немножко этот угол вот выхлопную трубу я вывел сделал отверстие вывел пока наружу просто прямую я думал ее вниз там может быть яму вот но смысла особо не вижу на выхлоп он сильно не шумит он шумит вот слышали сам как вот так отличный генератор читал отзывы прежде чем покупать единственные негативные отзывы на то что он шумный действительно он довольно шумные видите выхлоп идет на улицу а он сам сарае шумит очень сильно но еще сарай ну с прокнастила жестянка можно сказать он пропускает звук и сюда слышно вот вот так поэтому значит чуть попозже по любому наверное я там где-то сделаю яму заделаю и опущу его в яму ну не глубокую такую главное чтоб он туда закрылся и тогда уже его не будет слышно будет за сараем земле выхлоп вентиляцию сделаю один у него такой недостаток в основном дальше генератор атакенный ладно с этим все пошел заправляться и вперед косить а косить не перекосить вы же знаете какая площадь а потом опять убирать думал покосить и когда еще не сильно подросло но это надо было через две недели косить так дольше не давал чтобы не убирать а так потом опять придется загребать это все дело вывозить ну общем вот такие у нас пироги раса мокро ноги будут все мокрые ну ничего по косить Ну наконец-то я закончил косить участок. Видите, все покошено. С утра как начал и уже сколько? Наверное часов шесть закончил. Ну перерывный обед был конечно, и что там Вита на огороде, что-то тоже делает. Вон она всю малину прополола, потому что я ее обкосил вот так, а туда не залазил. Вита, что ты тут делаешь? А, ты нашла место, да? Привет. Ну ты же уже сказал, что я прополола малину всю. Ну да. А сейчас буду посынковать помидоры. Посынковать, то есть срезать что-то лишнее, да? Ну да. Покажи, что ты будешь срезать. Ну вот снизу вот эти все они. И вот эти? Да. Ага. Вот здесь смотри, видишь какое пустое. Вот это все надо снизу убирать. Только вот это вот так же оставляется. Ну оно же еще будет. Это сейчас пока они растут, потому что если мы оставим это нижнее все, он пойдет вширь. И вот этот наверно тоже? Да. Вот. А нам надо, чтобы они поднимались вверх. Так они же на себя забирают тоже части этого питательных веществ. Чтобы цветоносы были, надо снизу все убирать. Ой, цветочек. Красивые. Мы их уже наверно надо не накрывать, убирать уже эти пленки. Ну смотри какие красавцы, а? Ну давай, я попосынкуем и прикроем, чтобы они не прикроют. А потом уже. Ну хорошо. Видишь, цветонос уже выбрасывается. А, ну вон что-то. Ну цветочков еще нет. Нет, ну нет еще маленьких. Ну эти красивые. Называется обломаем. Обломаем. Полный облом. А вот те, что ж такие маленькие? С них что-то будет там? Будет. Будет? Конечно, смотри, они уже какие подрастные. Может вот эти черри или как они называются? Все они высокие растут. Высокие? Да. Вижу, грунтовые помидоры низкие. Ты говорила, вот ту пленку уже снимать. Да, да. Надо уже снять, пускай она уже. Уже тепло. Лето типа уже на улице. Да. Лето календарное. На самом деле только сегодня целый день нет дождя. Ну тогда пошел я за шуруповертом. Эти планки пооткручиваем. Да снимем мы эту пленку. Вон помощница. А, вышла. Да. Ну, Руська. Маруська. Ей похрену. Коротко и ясно. Она вся в себе. Гуляет сама по себе. Маруська. Не пахнет? Да, обязательно надо понюхать. Глазам не доверяешь, да? Ну все. Пленки мы со всех поснимали. Теплиц уже не будет. Пока они лежат. Дуги стоят. Вот эта обрешетка тоже. Это уже завтра, наверное, поснимается. Да и все. Уже парников не будет. Пускай привыкает. Ну и на сегодня, наверное, все. Пойдем отдыхать. Монтировать, кстати, этот влог. Так что смотрите канал Трепанация. Если погода настроится, то работы будет еще много чего. Много чего будет интересного. Эта дождь нам не дает работать. Ну а так, думаю, будет все нормально. Смотрите. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Удачи всем. Пока. Пока. Пока.